12 марта во дворце спорта Пушкина прошел традиционный турнир по художественной гимнастике «Цветущий май». В этот день спортсменки в возрасте от 6 до 18 лет выполняли различные гимнастические и танцевальные упражнения без предмета и с предметом, со скакалкой, обручем, мечом, булавами и лентами. Участие приняло около 150 гимнасток из Москвы и области. Анастасия Молчанова в этом году стала мастером спорта по художественной гимнастике. Уже 15 лет она занимается в этом направлении. Сейчас девушка учится в МГУ на втором курсе и параллельно продолжает тренироваться. «Поскольку для меня тренировки – это все же такая умственная разгрузка. Поскольку университет – это все-таки такое заведение высшего, то в нем тяжело, в нем нужно очень много думать и напрягаться. И единственная отрата, которая остается в моем сердечке – это художественная гимнастика, которой я прихожу в зал, тренируюсь и получаю неимоверные удовольствия». Эти же эмоции разделяют и многие другие девушки, которые также с детства полюбили этот вид спорта. «На самом деле это очень непередаваемое чувство, потому что ты не почувствуешь его, пока не выйдешь. Это адреналин. Ты выступаешь, ты занимаешься любимым делом. На тебя смотрят большое количество людей. Все тебе хлопают, улыбаются, все за тебя болеют. На самом деле это чувство, за которое я обожаю художественную гимнастику». Члены жюри внимательно смотрели выступления девушек. Одними из критериев оценки стали сложность выполняемых элементов и артистизм. «Выигрывают те, кто выполняет более сложные упражнения и выступают красиво, ярко, эмоционально и без потерь предметов, без каких-то технических ошибок». «Самое трудное – скорее выступать в своем зале, потому что хочется показать намного высший уровень, чем в других залах, можно так сказать, потому что все-таки это твой родной дом, твой ковер, на котором ты постоянно тренируешься. За судейскими столами сидят люди, которых ты очень хорошо знаешь. И сложно именно показать все свое мастерство, при этом зная всех вокруг и выступая на родном ковре». В конце мероприятия состоялся парад и торжественное награждение.